Каждый из нас рано или поздно задумывается на тему, что в жизни нужно что-то менять. Это касается и внешнего вида. Ну а когда речь заходит о весе, мы сразу задаемся вопросами, что бы такое съесть, чтобы похудеть, или как часто нужно есть. И именно на эту тему я сниму один из ближайших своих выпусков. Или может отказаться от еды вовсе, чего я вам лично не рекомендую делать ни при каких обстоятельствах, потому что наш организм очень хитрый, и он не будет расставаться со своим жиром до последнего момента, особенно если вы начнете резко урезать свой рацион. Поэтому я в этом выпуске хочу вам рассказать свои 7 правил, которые мне помогают меньше есть. Правило номер 1. Пьем больше воды. Минимум полтора литра воды мы должны выпивать за день. Кто-то из вас сейчас скажет, полтора литра воды выпить за день – это невозможно. Конечно, 3 бутылочки шампанского на новогоднем корпоративе выпить запросто. А полтора литра воды за день невозможно. Правило номер 2. Не делаем большие интервалы между приемами пищи. Самый оптимальный интервал – это 3-4 часа. То есть организм успевает переварить предыдущую пищу и не успевает сильно проголодаться. Потому что если мы делаем интервал более 4 часов, организм будет кричать «Дай мне срочно поесть!» И отсюда у нас выходит третье правило. Третье правило гласит – не едим из общих тарелок. Обязательно взвешиваем все, что мы едим. Наш глазомер нас может обмануть. Берем весы, ставим тарелку, кладем себе еду и радуемся жизни. В пределах от 200 до 400 грамм. Меньше 200 грамм – это слишком мало, потому что организм быстро переварит эту пищу. И действительно, часа через полтора-два вы можете захотеть есть. Но и не надо есть более 400 грамм за раз. Это растягивает наш желудок, и все откладывается лишнее в бока. Четвертое правило гласит – пережевываем пищу медленно и тщательно. Получаем удовольствие от того, что мы едим. И это еще помогает нам меньше есть за счет того, что пока мы пережевываем, до мозга может дойти уже сигнал, что мы сыты, и поэтому мы не переедим. А вот пятое правило для тех, кто все-таки менее 20 минут принимал пищу – уходим с кухни, поели и ушли от источника пищи. Это тоже очень поможет вам не съесть что-то лишнее. А шестое правило само по себе прекрасно. Ушли из кухни, пошли, почистили зубы. И с гигиенической точки зрения хорошо, и вкус мятной зубной пасты отбивает желание съесть что-то лишнее. Седьмое правило немножечко творческое. Найдите занятия для своего рта. Кроме еды, конечно, начните читать поэзию или прозу, но обязательно вслух. Или начните петь. Не умеете петь? Так найдите себе преподавателя по вокалу. Я, кстати, тоже очень хочу научиться петь, и, может быть, когда-нибудь все-таки осмелюсь и позвоню преподавателю по вокалу, которого я себе уже давно выбрала, но мое жуткое стеснение мне мешает это сделать. Главное, чтобы выбранное вами занятие доставляло вам удовольствие и не давало возможности съесть что-то лишнее. Помните, красивое и здоровое тело – это прежде всего работа. Работа с большой буквы. Просто так успех нам не дается ни в чем. Ведь для того, чтобы изучить иностранный язык, мы тратим на эту большую уйму времени. Или, если хотим, научиться играть на каком-то музыкальном инструменте. Ведь мы на это тратим годы. Так почему же некоторые думают, что стройное тело – это генетика или подарок судьбы? Нет, это большая работа над собой в первую очередь. Ничего нам просто так в этой жизни не дается. Надо работать, ставить цель и постепенно к ней идти. Даже если вы когда-то оступились, встаем и идем дальше. Кстати, это применимо ко всему, чем бы мы ни занимались. Поверьте, я тоже не святая и позволяю себе иногда кулинарные излишества. Но на следующий день об этом жалею и возвращаюсь на путь правильного питания, от которого я получаю удовольствие и продолжаю дальше идти намеченным путем. Напишите в комментариях, какие из перечисленных мной правил вам будет легко выполнять. А может быть, у вас есть свои хитрости или уловки, чтобы меньше есть? Тоже обязательно делитесь со всеми. Я думаю, это будет интересно многим. Я с вами не прощаюсь. Мы с вами в интернете, а здесь никогда не заходит солнце. Увидимся! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...